Так, друзья, мы въехали в Ярославль. Мне кажется, это герб Ярославля. Правда, тут темно, и его, может быть, плохо видно. Но стопудовый это герб Ярославля. Точно, я же говорю. Ярославль даже написано. Так, наш номер 307. Ярослав, 33 богатыря. Итак, у нас мансардный номер. Значит, мы находимся на мансарде. Окно, вот две кровати. Ну, в общем, всё прилично, но и скромно в то же время. Весь отель сделан в стиле сказки. Там что-то то ли 33 богатыря, то ли что-то в этом духе. Вот, полностью стилизован под это дело. Здесь вот зеркало, вешалки, гардероб. О, Настя уже даже что-то повесила. Надеюсь, я даже не заметила. Вот, сейф есть. То есть, я говорю, и скромно, и прилично. Ванная комната с ванной, что меня очень радует, потому что я очень люблю принимать ванну. Обзор отеля я сделаю завтра. И прогулка по Ярославле у нас тоже будет завтра. Мы пойдём ужинать. Потом просто прогуляемся. Всё. Мы решили поужинать в местечке Курши. Мы тут всё просмотрели. Нам больше всего это место понравилось. Очень красиво всё выглядит. И играет девушка-скрипач. Ждём нашей еды. Пока пусто. Итак, мы заказали по Глинтвейну. По Глинтвейну. Язык запитается. Фаршированные, как их там, шампиньоны, сулугуни. И ждём наше горячее. Так, нам принесли горячее. Это телятина. Там что-то с томатами. Сулугуни тоже. Сулугуни. Да, кстати, шампиньончики мы почти доели. А у меня баронина с томатами, картофелем и что-то там ещё. Нам приятного аппетита. Пока мы кушаем, решила и рассказать. Прошли мы с проверкой QR-кода. Что ещё такое? Тут есть зал в дискотеке, в который нас изначально хотели посадить, но мы отказались. Потому что всё-таки там очень шумно. Ну, то есть тут можно прилично провести время и даже съехать на дискотеку. Это второй зал этого заведения. На мой взгляд, он немножко поскромнее. Вниз в раздевалку ведёт вот такая вот лесенка. Здесь туалетная комната и раздевалка. Мы когда приехали, переоделись. Так что вот в таком виде мы пошли на ужин. Сейчас пойдём, наверное, немножко прогуляемся. Хотим пройти до колеса обозрения. Настюшка тоже была в платьице. Скин нарядились. Идём до колеса обозрения, да? Да, идём и поделать. Мы решили не идти в сторону колеса обозрения, потому что это оказалось слишком далеко. Решили дойти до набережной Волги. Мы сейчас идём впереди как раз в храм красивый. Сейчас я переверну камеру, покажу вам. Вот этот храм. Я думаю, завтра мы до него ещё тоже дойдём. И где-то в той стороне должна быть Волга. Завтра всё изучим. Точнее, сегодня ночью, возможно, всё изучим. Куда нам, что нам идти. Какой нам маршрут проложить. И завтра уже пойдём гулять. По Ярославле. Наш отель находится в центре, так сказать, всех достопримечательностей. Все находятся в доступности. Шаговые, поэтому мы пойдём гулять пешком. Мы так решили. Мы спустились к Волге. И вот что я увидела. Первый отель, который я хотела нам забронировать, это именно вот этот вот отель. Отель на Волге. Но я почему-то подумала, что с водой будет холодно. И сразу его отмела. Вот, представляете? Машина паркуется вдоль. Дороги. Такие вот дела. Всё, мы с Волги вернулись в номер. Сейчас попьём чайку. Проработаем наш завтрашний пеший маршрут по Ярославлю. И пойдём завтра гулять. Позавтракаем. Мы уже нашли место, где позавтракаем. Гораздо дешевле, чем здесь. Здесь у нас за завтрак попросили 600 рублей. Мы отказались. Решили, что подумаем, поищем что-то другое. Мы поискали. Вполне себе приличное место. Так что, вот. Всё. Всем спокойной ночи. До завтра. Всем доброго утра. Мы проснулись. Сейчас пойдём на завтрак. И пока будем идти, я вам проведу небольшой обзор нашего отеля. Вот. По всем злачным местам в отеле мы вас не поведём. Но так кое-что покажем. Я уже говорила, что стилистика отеля. Это 33 богатыря. То есть все богатыри из всех сказок русских народов. Нет? Хер знает. Всё. Мы пошли на завтрак. Значит так. Номерный фонд. Вот они все под какими-то названиями. Типа из сказки про богатырей. Значит, у Алёши Поповича, Ильиа Муромец, Борислав какой-то там, Берислав Залинский, там Дядька Черномор. В общем, все они вот под такими названиями. Номеров здесь достаточно много. Где-то 101, ну, 100 там может быть номеров. Все посвящены вот именно названиям богатырей. На нашем этаже есть кулер с водой. Такой вот диванчик, где можно посидеть. Значит, есть интернет. Три ресторана. Потом есть банный комплекс. Конференц-зал, кстати, на нашем этаже. Можно заказать экскурсию. Парковка городская. Да, вот это, кстати, плохо. Вот конференц-зал. То, что парковка городская, тоже плохо. Здесь уже какие. Твердослав, например. Творимир. Вот, что еще могу сказать. Здесь есть памятник, а здесь есть вот гладильная. То есть не надо никуда ничего сдавать. Здесь просто можно взять, прийти и самостоятельно погладить. Вот это мне нравится, кстати. Может быть так и с прачкой. Так, из достопримечательностей прям мы находимся в центре всех исторического центра. Из достопримечательностей здесь есть памятник символа России. Здесь вот тоже небольшая комната такая на отдыха. Грузовой лифт есть. Потом здесь вот уже по другому номеру. Владислав. Владимир. Ну, говорят, тут такие прикольные названия. О том, что здесь еще. Услуги тут какие есть, по-моему, еще. Ну, сувенирная лавка там тоже внизу. Сейчас покажу. Много ресторанов. Парковка, конечно, жалко, что здесь только городская. То есть, ну, у самого-то или нет парковки. Вот видите, картина все вот в такой стилистике. Типа три богатыря. Салон красоты. Спа-центр. Баня. Здравствуйте. Здесь бар. Бар. Ну, тоже вся стилистика. Вот видите, там щит. Всякие. Рецепшн. Сувенирная продукция всякая. Сувенирная продукция. Прикольные тут рыбки всякие. Лобби-бар. Тут как раз где завтрак. За 600 рублей. Ну, в общем, туалет мужско-женский. Так. Так. Вот так выглядит снаружи наш отель. Здесь вот остались. Остались тиквы от Хэллоуина. Вон там прямо написано Алеша Попович. Туристический комплекс. Блин, никак не могу открыть побольше. Вот. Алеша Попович. Туристический комплекс. Там флаг какой-то развивается. Вот такой вход. Тоже стилистика. Древняя какая-то. Древняя русская типа. Ну, я говорю, прикольный такой. В общем, внешне чистый отель. Смотрится издалека. Он тоже очень довольно прикольный. Это вот какие-то беседки тут отдельно стоящие. Вот Настюшка, пожалуйста, в виде богатыря русского. Ну, вот. В общем, отель у нас вроде ничего. Но. А. Хотела еще рассказать, что. Туристический комплекс. Да, туристический комплекс, я сказала. Еще хотела сказать, что здесь на праздничные дни. Я уже рассказала, что мы находимся в туристической. В исторической зоне. Здесь прямо рядом с нами Кремль. Какой-то. Мы сегодня там походим, погуляем. Мы вчера читали, но за ночь мы все забыли. А я тем более. Еще память-то уже нет, а? Вход в него, по-моему, 150 рублей. Сегодня мы это выясним окончательно. Вон там ресторан на углу. Видите? Вот зелененькое здание. Это вот ресторан Купшин. Музей-заповедник. А, вот. Ярославский музей-заповедник. Завтракать мы будем вместе. В местечке какой-то гастроном, что-то такое называется. Неплохое место. Там шведский стол типа того. Или можно набирать всю рукучку. Или даже есть по отдельности там сырники, допустим. Чаи. Там, не знаю, бутерброды какие-то. То есть, ну, отдельные такие есть, как бы, завтраки. Отдельное меню по завтраку. И просто можно брать, что хочешь. Там яичницу делать с добавками бекона, там сыр и так далее. Сейчас скажу, как он называется. Сейчас дойдем. Буфет на Химсона. А, вот называется... Не-не, это он, он. Это то же самое. Ресторан самообслуживания. Буфет номер один. Да, это он. Тут прилично. Все очень даже симпатично. Да, ну и что? Тут куча всяких пирожных, десерта. Булочки. Шампанское. Я за рулем, поэтому мне шампанское нельзя. Так можно было бы. Салатики вот разные всякие. Соленье, колбаски. Оливье. Какая-то пестрая курочка. Салат с боблажан. Цены вы видите. Восемь, сто. О, каша. Да? Да. Каша рисовая. Каша овсяная. Я буду рисовую тоже. Блинчики явно какие-то... А, блины с... А с чем блины? С чем? Ветина сыр. А, ветина сыр. Тостики вот лежатся, а сиски... Будем что-нибудь брать? Может, блинчики? Может, блинчики давай? Да, давай одну. А можно нам одну вот такую тарелочку? Овощи вот тут есть. Блядь, неудобно говорить. Овощи есть, кабачки, баклажаны. О, омлет. Может, омлет лучше? Ой, а давай лучше вот, смотри. Омлетчиков-денечки. Давай лучше вон тот омлет. Но пополам тоже один. С чем он? Омлет фаршированный. 90 рублей. Да, давай. И сырники ты хотела, да? Фаршированный. Да, еще сырники, можно? Ты будешь еще это самое? Не, я не буду с сырники. Тебе один, два? Да, есть на аккорде сейчас сколько? Да, давайте с душом. Спасибо. Все. Так, мы вернулись к десертам. Хотела просто показать, что у нас. Слойки, улитки. Что? Не, мне вообще ничего, я ничего не буду с десерта. Слойки, пироги. Да, мы на обед решили просто обернуться. Здесь, кстати, нормальная, да? Слойка с лимоном. Слойка какая там с маком. Так, мы хотим налить себе кофейку. Ой, а тут еще, смотри, торт. Давай уже в обед, давай не будем сейчас набираться. Чаи всякие, вот, кстати. Нам, кстати, надо взять чай, потому что у нас чай, нам надо заварить термос. Вот кофе, кофемашина большая тут. А это тогда что? А это чай. Я пошла наливать себе кофе. Ча. Вот, друзья, такой вот у нас прекрасный завтрак. Всем приятного аппетита. Спасибо. У нас прекрасное утро. Кстати, погода без дождя, все отлично. Нам снова фортит. Да, нам снова фортит, Настя говорит. Все, мы завтракаем и отправляемся в наш пеший маршрут. Вид из окна у нас тоже хороший. Все приятно. Чек за завтрак у нас вышел 300 рублей с человека. То есть общий чек у нас был там 600 с копейками. Вот, кстати, про вчерашний ужин. У нас было каждому по горячему. По бокалу Гриндвейна и прошеробные грибы в Сулугуне. Чек был 1750. То есть чувствуете, да, разницу? В Москве был у нас только Гриндвейн и там условно горячая закуска. Нам вышло бы уже, наверное, рублей 600 каждому. То есть 1200. То есть было все недорого. А в нашем отеле, соответственно, завтрак стоит 600 рублей. Там шведский стол. Выбирай, что хочу, что не хочу. Но понятное дело, что с утра никто ничего толком не наберет. Потому что проснулись люди и хотят чего? Только попить кофейку и все. Мы возвращаемся в наш отель. Сейчас возьмем вещи, сдадим номер. И красивый у нас отель все-таки, да? Так, чисто внешне вообще. А, кстати, слышимость в нашем отеле, это вообще трындец полный. Слышно просто все и всех. Даже из... Не то, что соседний номер, а мне кажется, это вообще через три номера просто. Вот, возьмем наши вещи и занесем машину, чтобы не быть привязанным к отелю. И пойдем в пеший, в пеший. И пойдем в пеший. И пойдем в наш пеший маршрут по Ярославу. Все. Мы пошли завещания. Я закончила небольшой обзор этого отеля. Ваше дело выбирать или нет, но цены здесь повышают перед праздником на 2000. На праздничные дни. Вот, все. Мы пошли дальше гулять по Ярославле. У нас пеший маршрут. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем буду очень рада. Мы пошли. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...